Всем привет! Сегодня у нас будет видео о Турции, о их нравах и каких-то канонах. Это видео как разряду о том, как образ идеальный. У меня есть видео турецкой домохозяйки. Сегодня у нас будет образ идеальной турецкой невестки. Сразу, я вот прям предугадаю, для нашей культуры это неприемлемо в какой-то степени. Нас по-другому учат воспитывать. Я вас прошу, просто призываю, это просто прослушать информацию, проанализировать, принять к сведению. Это не говорит о том, что все иностранные какие-то невестки, вы, может быть, в их числе должны себя так вести. Каждый делает по-своему. Это не говорит о том, что все турчанки, вы прямо запишите, делают именно так, как я буду рассказывать в видео. Это образ идеальной невестки в Турции. К такому поведению больше расположены девушки из каких-то кланов, семей клановых, из религиозных семей больше. Это не каждая светская турчанка будет так поступать и позволить что-то такое, да? Это опять подчеркиваю, это не говорит о том, что вы так себя должны вести, что если вы там рассматриваете переезд из замужества в Турции, вы такой вот обязаны стать. Я не такая. Я вам немножко в конце о себе расскажу, добавлю, как я поступаю. Я вообще далеко не образцовая турецкая невестка. В вашем рукаве могут быть коврижки плюс от того, что вы иностранка. Для вас в принципе то, что если как бы в вашей семье у людей с мозгами все в порядке, они не какие-то фанатики, неодержимые. И если ваши родственники, свекры в частности, это все понимают, что вы иностранка, вам всегда будет скидка на то, что вы так себя вести не должны, не будете. С вас спрос меньше априори. Но сразу скажу ошибки. Девочки, кто пытается быть хорошей, расположить к себе родню из свекров, залезть в чужую шкуру для себя неестественно, у вас надолго не хватит, у вас начнется потом диссонанс внутренний, у вас будет депрессия, вам будет тяжело, и ваша правда внутри все равно полезет наружу когда-то. Это будут конфликты, потому что изначально вы себя покажете вот такой, например, попытаетесь показать, который я пишу в видео сейчас дальше. Но свекры на это купятся. А когда вы покажете свою истинную лесу, то будет огромное разочарование и проблемы. Поэтому мой личный совет по опыту жизни здесь, я все это сама прошла, мой личный совет, не надо быть тем, кем ты не являешься. Быть просто собой. Когда ты начнешь здесь жить, это будет самый главный совет. Когда ты начнешь здесь жить, впитывать культуру, понимать, как люди себя ведут, какие-то моменты их оценки, их поведение, их воспитание, норм общественных, ты просто потихонечку, как я делала, как губка в себя, что-то из этого впитываешь. То, что тебе лично по душе, то, что тебе из их культуры подходит, и ты уже сам начинаешь меняться внутри, наполняться этим, и ты себя по-другому ведешь, в отличие от того, каким ты был на родине. И ты этим самым здесь адаптируешься. Но не говорит о том, что ты должен следовать правилам, которые я сейчас вам зачитаю. Но это образ, это не правило, это в принципе собирательный образ. Не надо ему прям соответствовать. Или у кого-то проблемы с самооценкой, не надо думать, я вот это не делаю, и вот это не делаю, я плохая турецкая невестка. Не надо на себя это грести. Ты тот, кто ты есть на самом деле. Не важно, хочешь ты быть таким, казаться, есть ты такой или нет. Будь с собой. Первое. Идеальная турецкая невестка, она будет предугадывать желания своих родственников, своих свекров в частности, ближайших родственников. Я и будем говорить, в частности, родственники это свекры. То есть мы сейчас возьмем вариант того, что свекры приходят в гости. У меня свекры приезжают с ночевкой, как правило, они живут хоть и в одном городе, но ехать 40 минут, час туда, по пробкам, обратно. Они ко мне сразу на выходные с ночевой к нам приезжают, муж их привозит. Они у нас тусуются в выходные. Один, две, два дня где-то, несколько ночей. Короче, не важно. Они к нам... То есть вот этот быт невестки у меня по полным ходам. И завтраки, обеды, ужины, кофе турецкие, все прочие дела. Это все я... По поводу, вот, например, турецкий завтрак, если мы будем брать, то образцовая турецкая невестка, она встала раньше всех, легла спать позже всех. Она шуршит по дому, обхаживает гостей. Это да, а такой определенный обслуживающий персонал. Ты должна встать раньше всех утром, приготовить завтрак. Обычно у меня помогает муж, но это мужья далеко не все так делают. Мне может помогать свекровь, 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 свекровь. У нас свекры даже любят салатики какие-то на завтрак порезать. Это у нас такая семья, это не все так делают. Очень часто образцовая такая невестка, она должна одна все это делать, да. Накрывается огромная поляна, где-то час идет подготовка к завтраку, разложить все под тарелочками, красиво украсить, серфеловко ставить, какие-то, господи, салфеточки красиво сложить, все там расставить, стаканчики натереть и все прочие дела. И в приготовлении, вот почему я говорю, предугадывать желания гостей, которые у тебя есть, вот в частности свекров. Вот, например, свекру любят такой-то вид колбасы, надо было бы купить, или этот человек любит такой-то вид там омлетов, например, и это надо приготовить. То есть предугадать желание быть настолько гостеприимной, что идти на шаг вперед по желаниям своих гостей, вот у меня в частности свекров. Я знаю, кто что любит, у меня это всегда в холодильнике есть, заранее куплено, чтобы не то, что им угодить и быть для них хорошей, чтобы их порадовать, чтобы им было приятно, это показывает. То есть если я что-то там заранее купила для них, они знают это, что мы это, например, не едим. Им просто от этого приятно, мне хочется сделать приятно людям. Вот. Следующий. Турецкий кофе. Позавтракали все, ты убираешь посуду обслуживающих персонал, и через какой-то период там времени, через часик где-то, у кого сразу по-разному подается турецкий кофе. Кто хочет как бы его пить, да? То есть надо пойти сварить кофе от предугадывания этих желаний. Но эта процедура чай либо пить, либо турецкий кофе после завтрака, там через часок, через полтора, это стандартная процедура. Как минимум это нужно предложить гостям, и мало кто откажется, потому что у них это традиция. У идеальной турецкой невестки всегда в морозилке лежат заготовки, на внезапный приход соседок, каких-то подружек, родственников турецких, всегда в холодильнике должен быть провиант. Но так как ты не знаешь, когда придут гости, кто придет, обычно это всякие полуфабрикаты, либо купленные, либо самоприготовленные, я об этом раньше в видео рассказывала, этим не гнушаются здесь. Например, накрутить сигаробюреков, еще каких-то бюреков, испанаклы бюреков. У меня очень часто тоже в морозилке вся всегда забита, всегда есть. Какие-то полуфабрикаты, какие-то вещи, которые, пиде, например, заморожены, которые просто засунуть в духовку 15 минут и готовы. Либо ты уже сам, это котлетки. Очень часто у меня постоянно в морозилке лежат какие-то на уже приготовленной заготовке котлет, которые там осталось разморозить и пожарить. Постоянно. Почему, кстати, я делаю самокотлеты? Потому что я не покупаю их неплохого качества. Я лучше своими руками сделаю, знаю, что там лишит качества, короче, фарша и все прочее. Идеальная невестка, вот приходят, когда очень часто, да, вы знаете, думаю, слышали у других блогеров, когда говорят, пришли в гости без звонка. Пришли в гости и долго сидят в гостях. Здесь это принято, гостеприимство. То есть, ну, в другой случае, в другом, ты придешь так же в гости, там, например, без приглашения или надолго на весь день, тебя никто никогда не погонит отсюда, не намекнет, что вам бы пора свалить и все прочее. Если какие-то бытовые домашние дела, хозяйка их, как правило, отодвигает, когда гости приходят, либо, если вообще не в моготу, там, не знаю, ужин мужу приготовить, или еще что-то, там, фасоль какую-то почистить. Она сядет с гостями и будет это делать параллельно. Если она не может отложить какие-то дела, они остаются, она их делает, выполняет, но никогда не скажет, ну, извините, мне как бы дела тут есть, может, вы свалите, да? То есть идеальная турецкая невестка никогда не намекнет, не покажет, точнее, не скажет открыто напрямую своим родственникам, свекрам, что вам бы пора уже свалить и честь пора знать, да? Намекать как-то могут, но стиснув зубы, турецкая невестка идеальная, она будет терпеть день, два, три, пять, гостить будут, ну, на неделю, короче говоря, где-то ее хватит. Когда приезжают какие-то дальние родственники, кузены через каких-то там гостей, каких-то городов, их кто-то там, короче, дальний вообще, раз в тысячу лет, которые приезжают, она тоже стиснув зубы, ну, недельку потерпит, потом только мужу скажет, а муж уже будет разбираться, намекать, что-то как бы, а не купит ли вам билетики, давайте я вам билеты куплю, вы у нас засидели, из такого плана, да? То есть не напрямую, не будет говорить, что, может, вы уже надоели, ой, у нас еда, знаете ли, уже закончилась, намекать. Ничего. Молча, даже если люди неприятные, это какие-то нежеланные гости могут быть, будет молчать. Но потом она эту проблему будет решать через мужа. Еще у идеальной турецкой невестки всегда заготовлены мелкие подарки, презенты для гостей, для родственников, которые приедут. Они не праздничные, а просто как комплимент, как знак внимания, какого-то уважения. Как это выглядит? Это могут быть какие-то полотенчики, какие-то магнитики, поставушечки, притыкушечки, какие-то там, обычно это всякие полотенчики, бытовые такие дела, женские женщинам, которые пригодятся в быту, что-то такое. Какие-то, например, мыгло-ручную работу в красивой упаковке, вот такого рода вещи. Обычно очень часто это передаривает то, что какую-то такую мелочь, кто-то там, какой-то подружка когда-то дарила, то же самое. Либо, ну, это тоже покупается, то есть всегда в запасе. Как, почему это делается? Потому что, когда приятно тебе видеть гостя твоего, тебе он нравится, ты хочешь, чтобы он к тебе вернулся, тебе хочется сделать что-то приятное, комплимент, ты всегда, когда гость уходит, ты можешь подарить какой-то приятный, вот такой мелкий презент, как знак внимания. Это показатель того, что тебе было не в тягости принимать этого гостя, что он тебе нравится, что ты ждешь его снова к себе в гости. Или это как намек, а теперь в гости там мы к вам пойдем, да? Но это знак того, что жест делается для тех, ну, некоторые делают просто так для всех подряд, типа быть хорошим, но изнутри изначально это такой посыл того, что ты мне гость, приятен, я жду тебя в моем доме снова. У нас вообще свекровью так, что она ко мне всегда едет с подарками, с гостинцами, никогда с пустыми руками, это обычно что-то для дома, какие-то полотенца, комплект постельного белья, шторы, естественно, эта тема у нас не обсуждается, декора, никакого дизайна нет, такое бытовое, что вроде бы, знаете, такое, полотенца всегда пригодятся, руки вытереть или там в душ сходить, да? Пододеяльники какие-то, набор постельного комплекта тоже пригодится в быту, такое, знаете, что пригодится. Идеальная турецкая невестка, она будет ухаживать за родителями своего мужа, за своими, конечно, но и за родителями мужа, даже если у них, ну, как правило, бывают нехорошие очень отношения, она это переступит, но как-то физически за ними ухаживать, ну, там, я не знаю, ходить за ними, короче, да, в старости или еще что-то, как правило, это делают. Здесь не принято оставлять своих стариков, пенсионеров, дома престарелых тоже есть, но туда прям, ну, одинокие в основном, как бы обращаются, за кем некому смотреть, но даже несмотря, например, на всю жизнь конфликты какие-то, невестка потом в старости будет помогать ходить за ними, это просто уважение к взрослым, к пожилым людям, потому что когда-то ты всегда можешь оказаться на их месте, и в старости, там, если у тебя детей нет, или, там, невестка твоя будет за тобой ухаживать. И последняя идеальная турецкая невестка всегда будет либо ходить в гости к своей свекрови, если она недалеко живет, предлагать какую-то свою помощь по дому или еще чему-то, не знаю, ходить на шоппинг, например, на базар вместе, там, что-то помочь ей, да, то есть она пытается быть френдли, и предлагать свою помощь, контакт. Либо приходит, там, раз в неделю, что-то помогает по дому, какие-то заготовки кухонные сделать, вот эти в морозилку и все прочее, либо поможет, там, поубирать или еще что-то сделать. Это уже, в частности, от каждой семьи зависит. И если этого нет, такого тактильного, вот как у меня, например, свекровью, мы просто на таком нейтралитете приятно любим друг друга, но не чересчур, да, обычно, потому что мы далеко просто живем, может, если бы мы жили рядом, то тоже так бы было, но всегда раз в неделю позвонить, спросить, как ваше здоровье, как ваши дела, обязательно. Либо, если совсем даже плохие отношения между родственниками, идеальная турецкая невестка, даже при плохом контакте, но на праздники, на байрам, на кандиль какой-нибудь или на день рождения всегда позвонит и поздравит. Сквозь зубы как-то чисто для галочки, но для мужа своего она это сделает. Вот такая идеальная турецкая невестка. Я такой не являюсь. Не надо быть такой и соответствовать, пытаться или искать в себе проблемы. Я не такая. Это образ. Образ идеальный. То, как хотят видеть свекры, но не говорит о том, что вы должны быть такими. И не каждая опять отмечет, турчанка так поступает, так делает. Имейте это в виду. Это видеоинформация просто для развития вашего кругозора, чтобы вы знали, что такое есть. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся всем. Пока.